В пятницу, накануне Дня Святого Николая, Калинковичи официально объявили о старте новогодних чудес. На главной городской площади зажгли огни главной елки. Уже который год подряд новогоднюю пушистую красавицу зажигают огоньками при всем честном народе. Несмотря на эпидситуацию, отсутствие снега и по осеннему сырую погоду, желающих присоединиться к зажжению новогодней иллюминации на главной елке Калинковичей собралось немало, ведь прикоснуться к празднику хотят все, независимо от возраста. На сцене неугомонная Снегурочка со своими верными лесными помощниками разогревала толпу. Тематические загадки, песни, танцы. А еще акция от местного ГРУЧС. Праздник праздником, но еще раз напомнить о правилах безопасного поведения лишним не будет. Особенно, если агитация словесная подкреплена вот такими яркими буклетами. А после появились они. Десятки Дедов Морозов, причем в окружении разношерстной компании. Взмахи, посохов, дружные призывы. Под таким напором главная виновница торжества буквально вспыхнула сотнями огней. Елочка, гори! Спасибо! Теперь елочка каждый вечер будет сиять огнями для жителей и гостей города. А после было награждение победителей и призеров творческого конкурса «Новогодний сувенир». Благодарности отдела идеологической работы, культуры по делам молодежи, творческим коллективам, учреждениям и предприятий. А также почетные грамоты райисполкома и денежные премии призерам и победителям. А общегородской подарок – веселая новогодняя программа. Кстати, а вы знаете, где находится самый большой самовар Гомельщины? На центральной площади в Калинковичах. Чайку с него, конечно, не попьешь, но фото получаются душевные. В общем, праздник удался. Предновогодний позитив получен, как и первая порция добрых пожеланий. Сейчас выходим мало на улицу, поэтому какой-то праздник всегда рады любому какому-то мероприятию. А так весело, интересно, ребенок радуется. Вот уходит, а новый придет очень хороший, я в этом уверена. И будет счастливый, веселый, надежный. Весело, радостно. Мы пришли сюда, даже не ожидали, что столько народу соберется. Приятно, ждем награды. Вот специально пришли поддержать своих. Я буду добрающих с праздника. Здорово, да я радостный. Верим, чудо, того сюда мы и пришли. И думаю, что в последующие дни, на Новый год, на жду чудеса, не будет болезней, не будет, а будет только радость у людей. Пожелание, конечно, только здоровья. В наше тяжелое время, чтобы были все здоровые, счастливые, чтобы время повернулось по-прежнему, чтобы счастье приходило в каждый дом. Здоровье, счастье, чтобы все люди были веселые и счастливые. Счастье и здоровье. Всем людям в Новом году. Стареньким, молоденьким, деткам. Всем, всем, всем на свете. Понравился праздник, но я желаю снег, хочу, чтобы выпал снег. Ну и здоровья всем родственникам. Большого здоровья, счастья и удачи в новом 2021 году. Чтобы было много хороших друзей, любви, здоровья. Мы желаем вам радости, здоровья, удачи, хорошего всегда настроения. Удачи во всем и всегда, во всех начинаниях. Любви. Чтобы все самое лучшее в прошлом стало худшим в будущем. Да, всем крепкого здоровья, конечно же, удачи, веселья, улыбок, всегда хорошего настроения. А ковид прогоним палкой. Я считаю, что чудеса сбываются, особенно в предновогодние дни. А за вот эту елочку-красавицу я хочу поблагодарить Кубкоммунальный Калинковичский, которые целую неделю трудились, чтобы вот эта красавица сегодня смогла порадовать всех людей. Что могу пожелать? Как ни банально, но чтобы все были здоровы, чтобы были счастливы сами взрослые, их дети, чтобы росли крепенькими, здоровенькими, чтобы они хорошо учились, чтобы у нас в стране было все замечательно, так, как это было хотя бы год назад. Мы, учащиеся Полесского аграрного колледжа, хотим поздравить всех учащихся с наступающим Новым годом. Хоть мы и подростки, но все равно еще в детстве. И мы ходим на каждый Новый год. Это вот просто смотрите, какая елка. Все очень красиво. И поздравляем вас с наступающим Новым годом.